Добрый день дорогие друзья с вами сегодня я Александра Боблева и мы с вами сегодня будем делать открытку в простой нашей программке которая называется Word это я делала вчера и мне это очень нравится я люблю своим знакомым друзьям дарить подарки которые делаю сама кому это не интересно может выключить это видео а мы будем делать итак мы открываем нашу программку Word заходим кнопку пуск открываем Microsoft Word и для начала мы заходим в разметка страницы и выбираем ориентацию это на ваше усмотрение как вы хотите чтобы выглядела ваша открытка в альбомной или в книжной ваш выбор и еще мы выставим поля я беру узкие средние что со всех сторон был одинаковые поля и мы с вами будем сегодня работать только в двух плашках то есть я вам покажу как можно выставить границы страницы нажимаем здесь мы можем выбрать рамку любого вида можем подобрать размер или правильнее сказать тип нашей линии можно так здесь мы выбираем цвет любой какой нам захочется как видите сразу видно вот здесь сразу видно какой тип линии что еще вот здесь можно выставить размер линии и что интересно вот здесь можно границу сделать в виде рисуночка таким когда вы просмотрели все это выбрали то что вам нравится нажимаем ok давайте посмотрим что получилось вот такая получилась у нас граница нашей странички вот она и внутри нашей странички мы можем что-то писать что-то делать вернемся то еще здесь у нас есть есть заливка страницы здесь мы выбираем любой цвет можно вот здесь подобрать какие-то другие цвета и здесь вот мы видим как будет наша страничка выглядеть давайте посмотрим вот таким образом но не пугайтесь что это будет только одна линия если мы будем нажимать кнопочку enter и наш курсорчик пойдет вниз и заливка будет у нас опускаться вместе с нашими действиями и вот самая интересная плашка это вот цвет страницы здесь вы можете сразу посмотреть какой цвет страницы пройтись по всем видите сразу на экране видно какого цвета будет ваша страница можно выбрать любые цвета здесь и можно посмотреть способы заливки вот здесь вот это вот самая такая интересная самая творческая что мы здесь видим вот здесь один цвет когда мы нажимаем здесь вот можно выбрать любой цвет какой вам нравится давайте возьмем зелененький смотрите сразу видно вот образец как будет выглядеть страничка можно сделать темнее светлее светлее а вот здесь можно выбрать тип штриховки и сразу как только вы ставите галочку у вас на образце выходит тип этой страничке поиграли посмотрели понравилось нажимаем ok и вот так наша страничка будет выглядеть давайте вернемся на наш чистый лист что еще есть способов заливки текстура здесь можно выбрать любой вид текстуры что вам нравится давайте посмотрим вот эту если мы нажмем окей наша страничка будет выглядеть вот таким образом есть еще одна возможность сделать свою собственную текстуру то есть мы нажимаем вот сюда вылетает табличка и мы выходим на наш компьютер у меня готовлена папочка и мы отсюда можем взять любой рисуночек давайте вот этот вот орнамент возьмем вставить вот он здесь вписан нажимаем окей на образце его видно и вот так будет выглядеть наша страничка здесь мы тоже можем делать все что хотим что еще есть у нас здесь есть узор вот здесь представлены образцы узоров любые давайте вот этот вот возьмем теперь смотрите вот здесь можно выбрать цвет это общее здесь вот можно еще выбрать другие цвета давайте вот такой вот возьмем нажимаем окей и вот у нас выходит образец как будет выглядеть наша страничка нажимаем вот наша страничка следующее что мы можем посмотреть это рисунок рисунок тоже загружается с нашего компьютера давайте посмотрим так мы брали вот этот орнамент давайте возьмем вот анюте на глазки вставить он стоит вот здесь на образце нажимаем окей и будет вот таким образом выглядеть то что вам нравится то вы и выберете итак мы с вами разобрали что находится здесь и мы сейчас с вами будем делать нашу открытку давайте выберем расцветку для нашей открытки все-таки один цвет и возьмем салат ненький сделаем посветлее таким образом и наверное можно вот с угла взять вот такое вот окей то есть смотрите цвет ненавязчивый цвет вы всегда в процессе работы всегда можете поменять теперь что мы делаем нам нужно сюда внести картинку мы заходим во вставку рисунок и выходим вот у меня папочка для того чтобы сделать открытку вот где у меня такая папочка есть давайте выберем рисунок можно вот этот поставить смотрите как он у нас встал но я вам сейчас покажу смотрите я не могу эту картинку никуда передвинул а мне надо ее куда-то определенное место поставить что для этого нужно я кликнула на нее выделила и мы идем вот сюда в плашечку обтекание текстом ну и так как у меня текста никакого нету я просто нажимаю сквозное смотрите что получается я сейчас мою картиночку могу двигать из угла в угол туда куда мне надо и она немножечко великоватая можно ее уменьшить открытку можно оформить по любому случаю у меня есть хорошее стихотворение и мы сейчас его вставим для этого мы опять идем вставка word art хочу сразу предупредить тех у кого в офис 2007 года здесь word art немножечко другой я вам его покажу сейчас мы просто текст вставим и я покажу вам другой word art давайте выберем если делать в тон у нас страничка салатненькая такая давайте возьмем вот такой вот там и вот сюда что мы делаем смотрите нам нужно выделить этот текст у нас курсор стоит в конце нашей фразы мы зажимаем кнопку shift и ставим курсор на начало фразы у нас выделился и на месте вот этого текста мы будем писать свой для того чтобы сюда вставить какой-то другой текст давайте поменяем шрифт мы заходим на главному по умолчанию стоит калибре размер 36 и мы сейчас давайте поставим 20 еще хочу сказать текст мы не будем писать возьмем в другом месте мы его скопируем мы выбираем это и вот у меня папочка для того чтобы сделать эту открытку и кстати я вам обещала показать word который в 2007 офисе вот такой вот смотрите очень красивый и оригинальный поэтому люди которые на своем компьютере имеют word 2007 ни в коем случае не должны огорчаться или переживать о том что у них word отличается от 2010 и так вот здесь у меня есть вордовские документы давайте посмотрим что можно но это очень большое мы его не будем посмотрим что у нас здесь ну вот творите добрые дела ну давайте его возьмем сейчас мы его выделим скопируем можно нажав правую кнопку мыши копировать а можно горячими клавишами c trail плюс c как вам удобнее так и делайте итак мы открываем нашу открыточку и вот сюда мы вставляем также правая кнопка мыши вставить исходное форматирование а можно вставить горячими клавишами и вот у нас наше стихотворение стоит так как мы его поставили и здесь можно поработать с текстом давайте мы его выделим только при выделенном тексте вы можете что-то сделать как только мы текст выделили у нас сразу появляется плашка средства рисования здесь вы можете текст поставить на какую-то платформу можете просто поставить в рамочку это ваше право можете выбрать стиль можете выбрать любой из стилей смотрите сразу вот видно как меняется те можно вот это теперь можно текст поменять выбираете любой можно сделать контур для вашего текста это тоже на ваше усмотрение как вам нравится так вы и выставляете еще что здесь нет здесь есть вот такой преобразователь но мой вам совет этот преобразователь использовать только ну скажем так в заголовках потому что извините если вы сейчас вот этот текст сделаете вот такой вот он будет нечитабельный можно сделать текст побольше форматом стоит ареал мы можем его выбрать вот такой и давайте поставим размер смотрите текст можно переносить с места на место вот я его выделила взяла и перенесла если вам нравится такая открыточка вы ее можете оставить так и переслать у нас здесь не весь текст вошел и все вот в таком виде вы можете свою открыточку сохранить и отправить но если вы будете сохранять как обычно вот сохранить как она у вас сохранится в вордовском документе а вам нужно сделать эту открытку как фотографию для этого есть очень хорошие программки делаем скриншот у меня на компьютере есть клиптунет кстати программа очень хорошая при помощи клиптунета можно сразу взять ссылочку и отправить какому-то человеку смотрите мы вот таким образом вырезаем на дискетку мы нажимаем это если вы хотите ее сохранить у себя на компьютере как фотографию а можно нажать вот сюда отправить и вот здесь выходит ссылочка на картиночку вы копируете эту ссылочку и вставляете человеку в письмо он получает ее просматривает и будет вам очень и очень благодарен вот таким образом делаются открытки в программе microsoft word делайте как хотите как вам нравится выбирайте любой фон я говорила что фон можно поменять и мы можем это сделать вот пожалуйста у вас фон может быть другой ваши картиночки вот эти вы можете располагать как вам нравится можно картиночку повернуть вот таким образом можно ее уменьшить вот она маленькая поставить ну например вот сюда текст мы сейчас поставим по центру для этого выделили вышли сюда неправильно показала мы передвигаем его теперь смотрите вот эту картиночку можно скопировать я ее выделила правая кнопка мыши копировать или горячие клавиши c3l плюс c кликаемся на свободное место вставить или c3l плюс v не пугайтесь они встают друг на дружку вы берете и перетаскиваете свою картиночку вот сюда но смотрите они у нас смотрят в одну сторону а нужно чтобы они смотрели друг на друга что мы для этого делаем мы ее выделили работа с рисунками и идем вот сюда плашка область выделения нажимаем вот здесь вот небольшой такой треугольничек нажимаем отразить слева направо точно такие же рисуночки можно поставить и по углам нашей открыточки для творчества очень большой размах делайте как вам нравится поздравляете делайте просто приятное людям всем приятно получить небольшое такое как бы послание от вас и люди будут вам благодарны вот все что я вам хотела сказать с вами была александра боболева всего вам доброго